Успение Пресвятой Богородицы Успение Божьей Матери Успение Божьей Матери Успение Божьей Матери Блаженную кончину Богородицы Церковь называет успением, то есть сном, а не смертью, потому что обычная человеческая смерть не коснулась ее, она лишь уснула, чтобы пробудиться для жизни вечной. Божья Матерь своим успением вселила в нас предощущение вечной жизни и покинула этот мир как человек лишь для того, чтобы вернуться к нам в качестве заступницы усердной всего рода христианского. Успение Божией Матери – это удивительная служба, которая каким-то образом похожа на преддверие Пасхи, когда совершается погребение, чин погребения плащаницы Христа, а вчера мы совершали чин погребения плащаницы Божией Матери. По преданию апостолы участвовали в погребении. Успение – это сон Престой Богородицы, не смерть, а переход от временной жизни к вечной. И тем самым мы напоминаем христианам вообще о существовании вечности, о том, что вот это успение мы тоже с вами будем переживать так же достойно, торжественно и благолепно. 28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, в Спасо-Вознесенском соборе была совершена Божественная Литургия. Праздник Успения известен с древних времен благодаря преданию Церкви. Пресвятая Матерь Божия после Вознесения Господа Иисуса Христа осталась на попечении апостола Иоанна Богослова. За три дня до окончания земного пути ей явился Архангел Гавриил. На значенный день в доме, где жила Богоматерь, собрались многие любившие ее люди, в том числе апостолы. Сам Господь Иисус Христос в окружении ангелов сошел к ней, чтобы взять ее душу с собой. Пресвятая Богородица обратилась к нему с благодарственной молитвой и просила благословить всех, почитающих ее память. После этого она радостно предала свою душу в руки Господа. Подготовкой к празднику Успения служит двухнедельный Успенский пост. Успение празднуется в течение десяти дней. Отдание этого праздника приходится на 5 сентября. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. В храме во имя святых царственных страстотерпцев Спасского женского монастыря совершается божественная литургия. Верующие пришли помолиться сюда в день большого церковного праздника – перенесения из Эдессы в Константинополь нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа. Как свидетельствует церковное предание, в сирийском городе Эдессе при жизни Спасителя правил царь Авгарь. Царь был очень болен. Он послал своего писца Ананию в Иерусалим, чтобы позвать Иисуса и заодно написать его портрет. Анания не смог запечатлеть образ Христа, и тогда сам Спаситель оттер свое лицо полотном, на котором отпечатался божественный лик. 19 августа 1944 года образ был перенесен из охваченной арабами Эдессы в Константинополь. Эта дата и сохранилась в церковном календаре, как празднование в честь нерукотворного образа. На Руси эта икона приобрела особое почитание. Как правило, ее приносили с собой стрельцы в новые основанные ими города-крепости и размещали над городскими или монастырскими вратами. Так было и в Симбирске. Ровесник города, Спасский монастырь, также был освящен в честь Спаса нерукотворного. 29 августа, в день престольного праздника, богослужение в Нижнем храме Спасского собора возглавил секретарь Симбирской епархии Ерей Роман Солодко. Духовенство и верующие прошли крестным ходом вокруг Спасского собора с почитаемой иконой Спаса нерукотворного. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ По окончании божественной литургии отец Роман поздравил собравшихся на молитву прихожан. Сердечно поздравляю вас с этим праздником, престольным праздником всей обители. Сейчас собор восстанавливается с Паски усилиями очень многих людей, но с Божьей помощью мы все уповаем на это. Он в скором времени будет завершен, и этот святой образ, древний образ, хранитель града Симбирска будет уже в своем правильном, законном и историческом месте пребывать для поклонения верующих. Икона Спаса нерукотворного находилась в Спасском соборе Симбирского женского монастыря. После того, как монастырь был разрушен в советское время, этот образ был утрачен. Однако с него был написан список, который обнаружил протеерей Алексей Скала в запасниках Краеведческого музея. Икона была передана в храм в честь иконы Божьей Матери Неополимая Купина, где также оказалась в запасе до определенного момента. Эта икона Спаса нерукотворной на Убрусе была найдена как бы случайно. То есть, когда перебирали старые иконы в Неополимовском храме, то обратили внимание на какую-то старую закопченную икону, лика на которой и видно не было. И эту икону стали отмывать. И когда отмыли икону, увидели, что на ней вот эта надпись, что она была как раз на вратах обители во время злодейского нашествия на Симбирск Стеньки Разины. Она была отреставрирована, и ее поместили в собор. Ей было оказано должное почитание. Она там находилась до того времени, пока промыслом Божиим не был открыт Спасский монастырь. Возрождение обители началось в 2015 году. Восстановление Спасского собора в марте 2020 года. В этом году, 17 июля, было совершено великое освящение Нижнего храма собора во имя святых царственных страстотерпцев. Почитаемая святыня Симбирска, Спасский собор с образом Спаса нерукотворного, возвращается на свое историческое место. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Здравствуйте, дорогие друзья! 8 сентября Церковь совершает празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери. Владимирская икона относится к ряду наиболее древних из сохранившихся и одной из самых почитаемых икон Пресвятой Богородицы в Русской земле. Древнее предание XV века считают автором этой иконы самого апостола-евангелиста Луку, хотя большинство научных исследований сходятся во мнении, что написана эта икона в начале XII века. В том же столетии она была принесена на Русь в дар князю Мстиславу. В конце XIV века, а точнее в 1395 году, над молодым российским государством нависла угроза очередного нашествия орды кочевников под предводительством Тамерлана. И в это тревожное время, по повелению князя московского Василия I из Владимира, из Успенского собора Владимира, торжественным прессным ходом Владимирская икона Божией Матери была перенесена в столицу, в новую столицу русского государства, в Москву. И, что интересно, на месте встречи москвичами этой иконы впоследствии был основан знаменитый Сретенский монастырь, давший также название улица Сретенке. Долгое время после этого Владимирская икона находилась в Успенском соборе Московского Кремля, и очень многие важные и значимые события русской истории проходили как раз-таки перед ликом Пречистой Богоматери. Перед этой иконой венчались на царство многие московские цари, избирались митрополиты и патриархи всея Руси. А с конца 90-х годов Владимирская икона находится в Никольском храме в Толмачах, домовой церкви при Государственной Третьяковской галерее. И если у кого-то из нас будет возможность посетить золотоглавую столицу, и кто-то будет задаваться вопросом, какое место этого удивительного города непременно стоит посетить, во что бы то ни стало, то я, разумеется, посоветовал бы посетить именно этот храм, чтобы помолиться, поклониться древней христианской святыне Владимирской иконе Божьей Матери. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Зачастую в быту, выражая ту или иную эмоцию, мы можем присовокупить к этому и имя Божие. И это является не совсем правильным способом употребления имени Божьего. Так как Господь еще в Ветхом Завете, давая заповедь Мюисею, говорит о том, чтобы имя Божие не упоминалось в суи, ибо Господь не оставит без наказания того, кто упоминает имя Его в суи. Что значит слово в суи? В суи значит напрасно, значит без смысла. Поэтому, когда имя Божие употребляется в неправильном контексте, без духовного смысла, вне молитвы, то это неправильное употребление можно считать грехом, потому что является прямым нарушением заповеди Бога, которая была дана человеку. Следует более внимательно относиться к тому, как мы употребляем имя Божие. Следует избегать самого страшного, чтобы имя Божие в нашей повседневной беседе не стало словом-паразитом. И это, конечно же, является страшным грехом. Имя Божие мы можем употреблять только в молитве и только в непосредственном обращении к Богу. Либо в каких-то разговорах, где речь идет о чем-то духовном. В противном случае все это, повторюсь, будет считаться грехом и нарушением третьей заповеди, которую дал Господь людям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok